Почему Розетка выкупила долю в ЭВА? Как на рынок повлияет растущая конкуренция между Укрпочтой и Новой Почтой? И зачем АТВ Маркет тестирует новый формат? На эти и другие вопросы сегодня ответит издатель и главный редактор Retailers.ua Привет! С вами я, Юлия Белинская, и я издатель и CEO портала Retailers.ua А я главный редактор Retailers. Вероника Гавриловна Сегодня мы обсудим самые важные новости прошедшего лета, которые случились на рынке ритейла и e-commerce бизнеса. Этим летом, наконец-то, на рынок Украины вышла компания H&M. Не прошло и десяти лет. Даже больше, наверное, с 2005 года. С 2005 года украинские потребители и торговые центры ждали этого всемирно известного ритейлера на украинском рынке. И, наконец-то, 18 августа в ТРЦ Лавина Мол случилось это чудо. Чудо или не чудо, и долгожданное событие. Но с выходом они все-таки немного опоздали. Да, я думаю, немного, а много, потому что уже работает столько ритейлеров здесь, которые, да, они сами об этом заявили, что смогли бы немножко чуть пораньше идти. Ну, вот все некоторые люди там и в Фейсбуке, впрочем, удивлялись, в общем, что такого особенного в этом ритейлере? Почему его все так ждали и почему его все так любят? Ведь это всего лишь магазины с одеждой. Да, вот в чем прикол? Мне кажется, просто раскрученный бренд, как Zara. Да, то есть, и плюс подогревали интерес те, кто ездили за границу, они его ждали. Вот у меня есть знакомая, моя коллега, она очень его ждала для того, чтобы не ездить за границу, покупать его здесь. Вот сел на автобус, поехал, купил или на машину. В общем, у них, их фишка, мне кажется, это то, что они продавали свою одежду недорого. Недорого по приемлемому качеству. Для обедневших за все годы кризиса украинцев это, ну, прекрасный бренд, да. Да, но просто за то время, пока они не принимали решение, уже очень много появилось бренда в масс-маркете, таких как LC-Vikiki, как вышел DeFacto, которые работают в той же ценовой категории или ниже. И поэтому я думаю, что если бы они вышли хотя бы в 2012 году, они смогли бы уже зарабатывать намного больше на украинском рынке. Я общалась недавно с одним девелопером, и он говорит, что H&M действительно сейчас работает в масс-маркете, и смысл им ставить H&M, который просит за вход, ремонт всего помещения. Это где-то около 1200-1500 долларов за квадратный метр. Он говорит, зачем ставить мне H&M, если могу договориться с Катоном и DeFacto, и я не вижу для себя смысла. Ходили смешные шутки на тему того, что Вагиф Алиев чуть ли не сам доплачивал H&M за то, чтобы они вышли именно к нему в торговый центр. Но я думаю, что в каждой шутке есть доля правды, потому что действительно для объектов Вагифа Алиева, новых и строящихся, это классный якорь. Это магазин пока, которого нет в других местах, и это очень ожидаемый магазин. Не забывай о том, что лавина еще не до конца заполнена, поэтому такого якоря с 3000 квадратных метров заполнен. И чуть подвинуть других ритейлеров. Не так-то вообще-то просто. Тем более, что есть другие желающие. У H&M, у самого дела на самом деле уже не так хороши. Вот мы тут читаем новости, что они на треть снизили свою прибыль. Они вынуждены были закрыть ряд магазинов. И это связано с тем, что у них много остатков. То есть я думаю, что их бизнес-модель все-таки также находится под давлением онлайна. И всех тех, кто продает их товар из той же категории в онлайне. И поэтому они точно под этим давлением. И им придется самим пересматривать свои стратегии. Мне кажется, там еще не только e-commerce, но появились же новые бренды, которые... Почему H&M и Zara считают fast fashion? А то еще есть fast fast fashion, как говорил Логвин из сейчас уже касты. Что они, если H&M и Zara делают за 6 недель или 3 или 6 месяцев, то эти ребята вообще... То есть прошло там... Ну, я сейчас буду утрировать 2-3 недели, и они уже выпускают эти модели. Они это кто? К сожалению, не помню эти бренды, но вот появились такие участники рынка, которые могут еще быстрее вышить одежду. То есть мне кажется, что все этим будут и H&M, будет что-то думать и Zara, и LCY Kiki и все другие. В любом случае, выход нового крупного игрока на рынке ритейла – это усиление конкуренции. От увеличения конкуренции выигрывает потребитель, а также девелопер, с чем мы их и поздравляем. Мы переходим к еще одной важной теме – это усиление конкуренции между новой почтой и Укрпочтой. Новая почта появилась, по-моему, в 2000 году, но поначалу никаких особых звезд с неба она не хватала. Переломный момент случился после кризиса 2008 года, когда они начали массово открывать отделения. И уже к 2010 году это был мощный игрок на рынке доставки для e-commerce бизнеса. Я думаю, они… e-commerce как раз и радовался, что появился такой игрок, который и с таким количеством отделений, и с качеством услуг, и поэтому все бросились с ним работать. Соответственно, это дало толчок и рынку e-commerce. Новая почта стала, я абсолютно уверена, что это была, правда, драйвером развития рынка e-commerce услуг, потому что доставка – это один из важных сервисов на рынке интернет-торговли. Но потом этот игрок стал слишком доминантным на этом рынке. Ну, потому что я единственным, кто предоставлял такое качество услуги. Мне кажется, что то, что делает Укрпочта, я сделала, да, то есть неожиданно даже для самой новой почты привело к тому, что игроки задумались, а стоит ли работать только лишь с новой почтой. Да, если ты зависишь от одного игрока, который, допустим, обеспечивает 80% твоих доставок, то тебе сложно с ним конкурировать, тебе сложно противопоставлять ему какие-то аргументы, если он повышает тариф в одностороннем порядке. Фактически ты можешь только соглашаться со всеми его изменениями, когда у тебя нет альтернативы. И то, что госоператор вдруг на эндом году своей жизни вдруг стал работать прыночным условием – это большой подарок, и я считаю, что для новой почты в том числе. Потому что если ты на Олимпе, если ты доминируешь, то тебе никто не дышит спину, ты рано или поздно начинаешь деградировать. Поэтому я думаю, что это будет развивать и Укрпочту, и новую почту, и, конечно же, для e-commerce бизнеса это может быть классной альтернативой. Продолжаем тему логистики. Поговорим о FOSI Group, которая купила или стала акционером в логистическом операторе, который пока еще не существует. Это JustIn или существует, но только на бумаге. Не только, и в боксах, в супермаркетах. Они заявляли, что у них будет 700 отделений по всей Украине, и это поможет FOSI Group, как мне кажется, сделать более доступным заказ онлайн. То, что сейчас происходит во всем мире, делает Amazon, Walmart и прочие крупные логики. Тут несколько есть моментов, на которые бы я хотела обратить внимание. Во-первых, у SILPO есть несколько операторов, вернее, у FOSI Group. Это есть FOSI, есть SILPO, есть FORA, и у них очень классная представленность в локациях. То есть они в лучших локациях уже стоят, и там не может стать ни новая почта, ни Укрпочта в этом месте. То есть это уже потенциально классный трафик, классное расположение для логистического оператора. То есть второй пункт, это, конечно же, усиление, опять же, конкуренции с той же новой почтой. И Укрпочтой. И Укрпочтой, но я думаю, что они будут сотрудничать по доставке до этих отделений. А также это возможность для самого продуктового ритейлера развивать так называемую услугу Click & Collect. Мы знаем, что Walmart в Америке уже делает такую услугу, когда ты заказываешь что-то там со смартфона или с ноутбука, а потом заезжаешь, открываешь бокс, забираешь покупку и сваливаешь. Мне кажется, бабушки по телефону тоже так заказывают и забирают. То есть все в современном ритейле, оно настроено на ускорение процесса, как можно быстрее. Вот, например, лечицкие операторы появляются в метро в Лондоне, на остановках. То есть там 10 раз. Типа, если ты бежишь на работу и такой, а, черт, надо посылку забрать. Да, да. Серьезно? Да, серьезно. И поэтому я думаю, что собственная сеть именно почтовых отделений для Сельпо это как раз развитие именно доставки их онлайн направлений. Я думаю, что в Фозе хоть инвестор этого проекта, но сейчас я думаю, что для них это не, скорее, не бизнесовое направление, которое они будут развивать как отдельный бизнес, а как развитие своего основного бизнеса, а именно продуктового ритейла. Мое мнение. Согласна. Дело говорит. Наверное, самая обсуждаемая тема на рынке e-commerce это сделка розетки с Evo и выход Naspers из рынка Украины или из локальных компаний. Naspers это международный фонд, который инвестирует в e-commerce проекты. И в Украине у него была доля в Custom, который модно Custom, в Evo Business, который развивает маркетплейсы Промьюа, Бигль, Крафта, Шафа, Кабанчик. Также OLX. Значит, Naspers продал долю компании Каста, теперь он выходит из Evo и пока единственный его актив, который остается в Украине, это OLX. Но пока все неподтвержденная информация, пока нет официальных заявлений, но все участники рынка крупные и некрупные об этом говорят. Фактически это слияние, да, то есть это никто никому не поглощает, потому что... Я бы не говорила о слиянии, потому что все-таки у розетки будет 50%, в Украине больше 50% она покупает. А между собственниками разделены доли и они получат какую-то некую долю в розетках. А вот зачем это им нужно, как ты считаешь? Это очень круто. То ли ты был таким игроком, у которого... Ну как игроком, то есть розетка уже номер один. А, ты думаешь, что это для розетки не делегает из Evo? Да, да, да. Что это значит для розетки? Ну для розетки, то, что говорят участники рынка, это возможность выхода на зарубежные рынки. У них просто Evo есть в Казахстане, в России, в Беларуси интернет-направления. Еще это означает то, что они смогут в фэшн войти, потому что в Evo есть и шафа, и другие направления, или же кого-то, припоследствия какого-то игрока. Они весьма посредственные. Я согласна. То есть фэшн-направление там представлено фактически бархолкой, это бархолка уже бушных товаров. И рынок этот, скорее всего, не маленький, но б.у. товары, это как бы немного не то, с чем работает розетка. Но в любом случае, мне кажется, что это укропнение серьезное для розетки, потому что они, получается, выходят на рынок мелких предпринимателей, которые торгуют на этих маркетплейсах, Evo, получают вот эту экспертизу. Потому что разработать такую систему сейчас с нуля и догнать, и такие проекты по посещаемости, по узнаваемости, по всему практически нереально. То есть в таких случаях обычно я перестану на рынке, поэтому... А все маркетплейсы, которые входят в Evo, достаточно посещаемые. Поэтому ходили слухи, что это для того, чтобы продать Амазону, но в интервью Владислав Чечеткин, это опроверг, сказал, что пока Амазону будет интересно, и я, в принципе, с ним готова не поверить. И, пожалуй, еще одним значимым событием лета, это АТБ тестирует новый формат АТБ-экспресс. АТБ развивается... Вообще, корпорация АТБ существует с начала 90-х, но розничные бизнесы они начали развивать с 2000-х. И с того момента в публичной плоскости не было ни разу информации о том, чтобы АТБ экспериментировала с форматом. Это всегда был мягкий дискаунтер, площадь около 800 квадратных метров. Вот. И выход сейчас АТБ в формат магазину дома говорит о том, что конкуренция усиливается и нужно двигаться. Потому что у Фози есть сельпо и фор. У Метро они с базой экспериментировали. Было такое направление, плюс небольшие магазины. То есть у каждого ритейлера тот же Ашан открыл Мия Ашан, и у них есть еще супермаркет, который открылся в Метро Петровске. Площадей мало, потребитель хочет, чтобы товар был у него возле дома, и не лень ездить куда-то в большой гипермаркет. Поэтому, мне кажется, АТБ именно поэтому решил проэкспериментировать. Но участники рынка говорят, что магазин Кола, сеть Кола, которая развивается в Киеве и в области, развивает один из владельцев АТБ Маги. То есть они там посвящались, и один из них решил, что вот я займусь этим. Мне кажется, что это также повлияло на это решение АТБ именно в целом. Потому что увидели, что Кола сейчас насчитывает больше 35 магазинов. К ним приходят другие игроки, опять же, то, что рассказывают участники рынка, и предлагают их купить. Видя потенциал, который есть у АТБ и у Кола, соответственно, благодаря АТБ. Мне кажется, именно поэтому... Какая площадь у... Они, к сожалению, не объявили, еще нет этой информации. Но если это АТБ Экспресс, то... Меньше 800. Это 100%, я думаю, что тебя ждет около 100%. Ну, я не уверена, что это правильный шаг, потому что, как ты сказала, то Сиготы, АТБ были... У них так называемая бизнес-модель operational excellence. То есть они прекрасно управлялись своими издержками, у них классный категоритный менеджмент. У них действительно самые низкие цены на рынке за счет их оборота, за счет того, что они крупнейший ритейлер. Поэтому я считаю, что вот такое распыление, оно может повредить их основной бизнес-модели. То есть нельзя быть одновременно, мне кажется, на двух стульях успешным. Это мое собственное мнение. Поэтому этот шаг понятен, потому что это действительно развитие конкуренции и площадей немного. Но насколько он будет успешен, знает только время. Ну, мне кажется, что экспериментировать нужно. И действительно у нас нет такого ритейлера, который бы сказал, что вот Эйфора и Сильпо, например, оба успешны. Все говорят о Сильпо, потому что они меняют формат внутренний, они меняют... Эйфора остается плюс-минус одинаково. Но все-таки экспериментировать – это как раз то, что сейчас и нужно делать. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наши итоги лета. Желаем всем вам и нам успешного бизнес-сезона. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И желаем вам успешного бизнеса. И заходите на наш сайт, мы пишем крутые статьи, у нас офигенная команда, ну и крутой издачник. И крутой вам редактор. Пока!